Здравствуйте, здравствуйте. Анна сама пошла нам навстречу, но придется нам тогда боком читать комментарии. Всем привет, Анна. Я хочу вас не представить нашим сейчас зрителям, вас. Дело в том, что Анна является ставшей в одночасье знаменитой телеведущей, которая единственная из многих, которая одна из немногих, кто первой осветил все события, происходившие в Бурятии на политическом поле. Да, она на вашей главной площади, самой большой головой Ленина, на той самой знаменитой площади. И, к сожалению, можно так сказать, что вы пострадали от этого. То есть вы не работаете сейчас. Ну, не совсем так. Во-первых, всем здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, все. Не только вас двоих, а где СОТ? Он рядом с ним? Да, СОТ где-то. Я вчера смотрела твой прямой эфир, не спала. Ты очень крутой. Что я хочу сказать? На самом деле, ну да, теперь у меня нет работы, но есть еще одна работа. У меня было две работы. Я была телеведущей, вела новости на местном провластном канале, который очень сильно аффилирован с правительством республики, куплен им наполовину. Меня хорошо слышно? Меня хорошо слышно? Угу. Телеканал АТВ. Я там работала по совместительству, вела новости дважды в неделю, а в остальное время работала на другом канале. Он называется «Общественное телевидение России», ОТР. Это федеральный канал, и я их собственный корреспондент в Бурятии. И, собственно говоря, у меня было две работы, и вот одной из них я лишилась. Здесь, ну, в каком-то смысле, я не могу сказать, что я пострадала, но теперь меньше работы, меньше денег, ну что теперь поделаешь? Это, наверное, лучше, чем врать или там потворствовать тем, кто этого от меня ждал, хотел. Я ни о чем не сожалею, что я ушла. Я ушла сама, меня никто не увольнял. Все началось, немножко предыстория, быть может, кому-то интересно. Все началось у нас полгода назад или чуть пораньше, в феврале, когда наш мэр, Александр Голков, совершенно неожиданно, никому ничего не объяснив, досрочно сложил свои обязанности и ушел в отставку. На его место назначили исполняющего обязанности мэра Мулануде Игоря Шутенкова. Его туда назначил наш глава Бурятии Алексей Циденов. Это его человек, он работал в Министерстве финансов, был там заместителем министра, и тут он стал исполнять обязанности мэра. И, естественно, вся машина государственная, все СМИ, ну там все СМИ или часть СМИ, так или иначе этого Шутенкова продвигали, показывали, писали о нем. И в том числе и я рассказывала о том, что Шутенков получил новые трамваи, Шутенков поехал в детский лагерь посмотреть, как идет оздоровительная компания у детей. В общем, мы делали все, чтобы люди о нем узнали и 8 сентября за него проголосовали. Но его главным оппонентом был коммунист Вячеслав Мархаев. Я считаю его достойным человеком. Он сенатор в Совете Федерации. Он один из немногих в Совете Федерации, кто выступил против пенсионной реформы для нас с вами. Там активно спорил с Матвиенко. Она его там затыкала, говорила, Мархаев, ты там, ну-ка, рот закрой. Он все равно с ней спорил. Он выступил против разгона митингующих в Москве росгвардейцами, когда росгвардейцы давили простых москвичей. В общем, он такой, ну, лично я считаю его порядочным человеком. И вот он был главным оппонентом вот этого нашего Шутенкова, да, который стал в итоге мэром. И когда мне предложили перед самыми выборами, я вышла на работу, вела новости, ну, в смысле, готовилась вести выпуск, мне сказали, что нужно вот прочитать очередную ложь про Мархаева. Я отказалась. И, собственно говоря, уже тогда поняла, что, ну, не хотела бы продолжать работу на этом канале, но еще тогда все-таки не уволилась. Я уволилась неделю спустя, когда после выборов, выборы все-таки выиграл Шутенков, Мархаев ему проиграл, там, процентов, ну, 15-20. У нас начались мирные сходы на площади. Люди вышли, люди были недовольны итогами голосования, что победил этот Шутенков и назначение Цыденова, это наш глава региона. Также были недовольны тем, что шаман, вы слышали о нем наверняка, Александр Гавышев, который шел по нашей бурятской земле, его тут толком не встретили, не налили ему чаю, не обогрели его, не приютили, там, арестовали его водителя, отняли у него машину. Часть недовольных на площади пришла еще и из-за шамана. Часть из-за того, что были недовольны итогами выборов. То есть вот тут как бы все наложилось один к одному. Шаман, водитель шамана, выборы, которые не устроили очень многих, итоги голосования. И, собственно говоря, я сняла сюжет про... Я вышла снимать сюжет про этот митинг, этот мирный сход. И, собственно говоря, на моих глазах развернулось то, что случилось. Росгвардейцы просто окружили машину, в которой сидел депутат наш, коммунист Баир Циренов, молодой парень. Он просто сидел в машине, просто общался с людьми. Это был не митинг, это был не пикет, это не были какие-то призывы к чему-то. В другой машине сидел там наш блогер, он таксист и по совместительству блогер. В общем, он тоже вел там прямую трансляцию. Дмитрий Баиров, да? Да, Дмитрий Баиров, я... Вот, он вел прямую трансляцию. Это тоже, я не считаю, что он к чему-то там призывал. Не было никаких националистических лозунгов, террористических, еще чего-то такого. В итоге полиция посчитала, что это несанкционированный митинг. Их окружили, людей растолкали, люди падали. Просто обычные граждане. А потом еще из «Газели» выскочили ребята в балаклавах с топорами. И там разбили окна в этих машинах, в которых сидел в одной депутат, в другой Баиров. И вытащили их и увезли в неизвестном направлении. Да, это все случилось на моих глазах. То есть вот я пришла ни раньше, ни позже. Приди я на полчаса позже, я бы это не сняла. Собственно говоря, я была единственной, кто снял это на профессиональную камеру. Естественно, были люди, которые снимали прямой эфир в Инстаграм, и стримы, и там были фотографии. Но вот из телевизионщиков, именно из телевизионщиков, я сняла одна. Естественно, про митинги не говорила часть телеканалов, которые у нас есть, потому что они все частично или полностью аффилированы с властью, так или иначе, сидят на госконтрактах, поэтому им просто не разрешали это выдавать в эфир. Один телеканал выдавал, но разгон тоже снят ими не был. То есть вот получилось, что я одна сняла. Выложил на свой YouTube канал. Это был 13-минутный сюжет, и вот буквально там на следующее утро были уже тысячи просмотров, комментариев. Сейчас на данный момент этот сюжет посмотрело более 800 тысяч человек. И на следующий день, когда я увидела, что люди все это комментируют, столько просмотров, и даже не то, что вот столько просмотров, я просто на следующий день должна же была идти на работу. И я подумала, что а вот зачем мне выходить на такую работу, где про эти митинги ни слова. Вот как будто их нет. Вот я включила новости своего канала, а там ничего про митинги. Там спорт, там культура, там дороги, учителя, врачи. Все хорошо вроде бы, но про митинги ни слова. Я подумала, вот я сейчас сняла сюжет про митинг, и вот 100 тысяч человек посмотрела, а сейчас как я выйду на этот канал и буду говорить, что все хорошо, все классно, ребята, у нас суперреспублика, нет никаких митингов, там какая-то там кучка чудаков, там как писали, в том числе и наши чиновники бурятские, там чертями их называли. Вот, например, наш зампредправительство Игорь Зураев назвал их чертями в Фейсбуке. Конечно, потом извинился, но я думаю, он мало кем был прощен. В общем, я решила, что я не хочу больше работать на этом канале, и я уволилась. Сейчас у меня одна работа на общественном телевидении России, так что пытаюсь развивать свой YouTube-канал, развиваюсь немного как ютубер, изучаю там всякие кнопочки, монетизация, спонсорство, стримы. Это для меня какая-то новая планета, все-таки не блогер совершенно. И вот это огромное количество подписчиков, которые у меня появилось, это для меня что-то совершенно неожиданное. Сейчас меня, конечно, все активно обвиняют в хайпе, что я хайпанула, кто-то... Хайпажорка, ну то есть вот такое некрасивое слово. Кто-то сейчас пытается обвинить меня в том, что я... Что мне кто-то платит, а я вот там снимаю, потому что у нас были еще санкционированы уже митинги там в парке в нашем, в одном из парков. Я просто... Ну вот как я могла не пойти на этот митинг и не снять его? Я посчитала необходимым, я посчитала своим долгом прийти и снимать и дальше рассказывать вот эту историю, показывать ее на своем YouTube-канале тем 23 тысячам подписчиков, которые на меня подписались. И мы с оператором пошли и снимали и митинги, и поговорили с людьми, и говорили с теми, кого арестовывали после этого, после этих всех событий. У нас тоже есть так называемые политзаключенные. Дмитрий Баиров прямо сейчас арестован. Ему сейчас инкриминирует то, что он... Ему инкриминирует мелкое хулиганство. Я как бы не хочу его защищать, говоря, там, что вот, там он какой-то... Не знаю. В общем, он немного, конечно, экспрессивный парень, такой материальный, но я не считаю его хулиганом. И то, что вот сейчас он снова сидит, это, конечно, печально. А были ли протесты по этому поводу? Протесты о том, что... Протесты о том, что вот сейчас Дмитрий арестован? Да, да, да. Нет, сейчас нет протестов. Впрочем, в воскресенье у нас был санкционирован, опять-таки, митинг в одном из скверов. Но он был все-таки не по этому поводу. Там повестка была немножко другой. Поэтому нет, сейчас митингов нет. У нас все-таки как-то ситуация спокойнее. Вот. Скажите, Анна, спасибо за большой, емкий рассказ. Мне вот интересно стало, как отреагировали ваши коллеги на следующий день, после того, как вы не пришли, и как развивалась самая ваша редакция вообще. Интересно очень все равно, как реагировал ваш этот телеканал. Если не ошибаюсь, АТВ, да? Да, АТВ. На самом деле все отреагировали спокойно, нормально. Никто мне не говорил, там, а что ты увольняешься, да успокойся. Или там... Ты все понимаешь. Или, или, там, наоборот, вали отсюда. Нет, все спокойно. На самом деле с коллегами с АТВ у меня нормальные, ну, по крайней мере, не знаю, с половиной из них точно нормальные отношения. Мы видимся, мы здороваемся, особенно с девчонками. То есть нет никакой ненависти ко мне. Я ушла спокойно, тихо. Там, мое увольнение заняло несколько минут. Я отдала флешку, которая была рабочая. Там, я отдала удостоверение, электронный ключ, который пускал меня на работу. И, собственно говоря, все. Никаких выпадов в мой адрес со стороны коллег с АТВ не было. По крайней мере, я ничего такого от них не читала. В лицо тоже я ничего не слышала. Как бы, ну, это мое личное дело. Вот я ушла, вот, и все. Как бы... Ну, я вижу, вы ни о чем не жалеете сейчас. У вас на лице такое замечательное улыбку, хорошее настроение. Вы прямо летите. И, мне кажется, вы делаете все совершенно правильно в своей жизни. Это, наверное, ключевые такие решения все равно для жизни каждого человека, наверное. Ну, да, моя жизнь, она, конечно, кардинально изменилась. Потому что 10 лет я была телеведущей, про властных каналов. 7 лет я работала на телеканале, который принадлежит мэрии. Потом у меня был небольшой перерыв. Я снимала только для ОТР. Была таким фрилансером. Снимала для федеральных телеканалов. Полтора года я вот вела новости на уже таком, ну, про-правительственном телеканале. Ну, вот, в сумме, как бы, да, 10 лет я журналистом, 7 лет телеведущая. И в моей жизни все было совершенно предсказуемо, спокойно. Я, там, не могу сказать, что, там, я получала какие-то большие деньги. На самом деле региональные журналисты зарабатывают крайне скромно. Но зато это были нормальные деньги, там, стабильно, там, 10-го, 25-го. И, как бы, а сейчас все изменилось. Новости я не веду. Хотя я их очень люблю вести. Для меня, там, важно, по крайней мере, было важно быть в кадре. В свет софитов. Там, вокруг тебя воркует твой визажист. Операторы, так, Анечка, давай, там, левее, правее. Там, я немножко скучаю. Вот. Да, моя жизнь, она, конечно, поменялась. Много подписчиков. Люди ждут от меня сюжетов. Люди ждут, что я буду снимать честные сюжеты. Снимать хорошие материалы. И я готова, готова выполнять такую миссию свою, да, в каком-то смысле. Опять же, это сложно развивать свой YouTube-канал. Потому что, ну, потому что мне никто не платит, и я не знаю, как мне его развивать. Вот мне очень многие пишут, Анна, нужно приехать туда, нужно приехать сюда. Нужно вот этих вот приструнить, вот этих вот наказать там своим сюжетом. Но нужно платить оператору, нужно платить режиссёру, да. Мы же, как бы, ну, не благотворительный какой-то фонд. Вот. То есть нужно ребятам особенно заплатить, заправить машину, куда-то приехать. Бурятия у нас огромная. Ну, я так думаю, да. Много дорог, много районов. И там каких-то пожертвований на мой YouTube-канал пока не поступает. Ну, точнее, поступало немножечко, да. Но мы там сумели купить только вот там батареечки, там что-то ещё. То есть вот полноценно там заплатить ребятам я не могу. То есть они со мной снимали, но только вот на, ну, как бы по дружбе. Ладно, типа, пойдём там снимать твой митинг. Пойдём там поговорим с кинорежиссёром бурятским. Вот я недавно записала хорошее интервью. Мы поговорили про проблемы нашего языка бурятского, нашей культуры. В общем, много судили проблем. Такое хорошее, честное у нас интервью получилось. Готовлюсь его залить завтра. Ну, то есть нужно как-то пытаться теперь становиться вот этим ютубером. Ну, да, я думаю, вам активно нужно просто продолжать работу, развивая свой канал личный. Я думаю, у вас всё получится. У меня нет даже капли сомнений, потому что я вижу, что вы всё равно оптимистичны, очень смело поступаете. И самое главное, я уже расцениваю ваш поступок с уходом из телевидения, я уже расцениваю как поступок настоящего самодостаточного вполне человека, который чувствует себе силу освещать так, как он это видит, как видит именно это он. И вы, я думаю, не сделали бы этого, если бы не чувствовали поддержку также других людей. Правильно ли вы? Конечно, люди меня очень активно поддерживают, подбадривают. В том числе и региональные журналисты, мои коллеги, друзья со многими. Я продолжаю дружить от меня там, ну, не знаю, никто не отвернулся. Ну, вот знаете, Анна, извините, что перебиваю, знаете, что и калмыки вас тоже активно поддерживают. И вот сегодня мы в числе трёх активистов нашего движения, молодёжного, такого стихийного, народного, тоже хотели бы ещё пару вопросов задать по поводу гулять. Вы скажите, пожалуйста, когда вы впервые услышали о событиях калмыки, и как это произошло, и вообще, что вы думаете о том, что происходит сейчас? Насколько вы, ну, мне просто интересно, насколько вы осведомлены, как вот именно тот самый журналист о событиях калмыкии? Что говорят в Бурятии об этом люди? Может, вы нам вкратце что-то передадите, скажете, потеряйтесь каким-то опытом? На самом деле информации крайне немного, потому что ваши СМИ молчат. И информация поступает только либо где-то от каких-то блогеров, которые ведут стримы, прямые эфиры на Ютубе. Собственно говоря, об этом благодаря им я и узнала. Что-то где-то пишут на таких, ну, на мой взгляд, независимых медиаресурсах. Ну, что-то типа там медиазона, да, вот какие-то такие интернет-ресурсы все-таки что-то освещают. Собственно говоря, там я и что-то черпаю. Насколько осведомлены жители Бурятии, не могу судить, но я думаю, немного, крайне немного. Вот. А то, что жители Калмыкии меня поддерживают, да, я читаю комментарии, многие пишут, Калмыкия с вами, приглашают меня в Элисту. Я говорю, ну, не знаю, как мне прилететь в Элисту, но если как-то это получится, то будет здорово, я бы с удовольствием. Мы не против, были бы приехать в Калмыкию и, допустим, свой взгляд со своей стороны как-то осветиться событием, может быть, и вообще сделать небольшой свой такой аналитический сюжет. Я думаю, вы в курсе, что мы братские народы с Бурятами. Конечно, конечно. У нас одна вера. У нас одна вера, одна история абсолютно, и вот на каком-то периоде мы просто разошлись и так исторически оказались на разных, на очень, так скажем, оторванных друг от друга территориях, но тем не менее у нас, вы, наверное, знаете, чувствуете, какая у нас сегодня связь между нашими двумя народами происходит, и она остаётся, и это очень замечательно. И крайне, конечно, приятно то, что вы сегодня, как независимый теперь уже журналист, можно сказать, блогер, вышли с нами сегодня на такую прямую трансляцию. Я думаю, и зрителям всем будет благодарны. Вот единственное, у ребят есть ещё вопросы по... У меня, допустим, всё на этом моменте есть? Я отвечу, я сначала отвечу насчёт моего приезда в Элисту. Я бы с удовольствием сняла сюжет, потому что очень хочу вас поддержать. Считаю это своим журналистским долгом. Естественно, я хочу сделать крайне объективный и справедливый материал и проинтервьюировать не только вас, но и, быть может, если мне повезёт и самого Трапезникова Дмитрия, против которого выступаете вы, поговорить, может быть, с вашим руководителем региона. Правда, не знаю, насколько они согласятся со мной беседовать. Кто я для них, да? Наверное, никто. Поэтому, ну, быть может, я бы... Ну, хотела бы собрать такой пул мнений разных, чтобы и самой разобраться в истории этого конфликта, и своим подписчикам предоставить факты, и чтобы они сами сделали вывод. Я бы не хотела ничего навязывать. Поэтому, да, было бы здорово, если бы я у вас очутилась, но пока не знаю, как... Ну, мы со своей стороны... Единогласно, я думаю, что мы хотели бы поспособствовать вашему приезду, ну, и, конечно же, в дальнейшем это всё уже отдельно обсудить. Потому что особо больших проблем в этом я не вижу, и мы, как жители Калмыкии, я думаю, и наши подписчики поддержат нас в нашем решении, то, что мы хотим помочь вам приехать сюда. То есть помочь именно с транспортными расходами. Это было бы здорово. Единственное, если бы мы всё это как бы обсудили вам, а потом... Ну, с одной стороны, наверное, да, а с другой стороны... Вот я не знаю, как принимать эту помощь, потому что многие люди, которые выступают против вашего протестного движения, да и тролли, которые существуют в Бурятии, в телеграм-каналах, в Фейсбуке активно, их имена мне известны, у нас их тоже много, как у вас в Калмыкии наверняка, отрабатывают свой кусок хлеба. Они это могут как бы расценить, что вот там я куплена, мне купили билет, я прилетела. Ну, то есть... Понятное дело, что я сделаю свой сюжет, он будет объективный, и не факт, что я вас проинтервьюирую. Ну, вы, скажите честно, насколько вы верите вообще в силу этих ботов, этих нанятых фейков, всех этих безликих лиц проплаченных? Вы же видите, что мы сегодня всё равно правда с нами, благодаря этому интернету, благодаря вот таким прямым эфирам, которые потом благополучно сохраняются. Также пока сегодня свободный доступ к информации пока ещё есть. Пусть там скручивают эти там просмотры, но тем не менее вы же видите, что люди это поддерживают, люди это всё равно видят. Здравые люди, те, которые интересуются, кому не безразлично сегодня судьба их народа, их земли, их города, там их земли, где они живут. И вы видите, что именно такие люди сегодня в активе всего происходящего. Это ведь здорово, я считаю, ведь сегодня как раз слетают маски, и вы для себя определяете самых сильных, самых таких небезразличных в своей родине людей. Я думаю, наоборот, это только здорово. Насчёт силы ботов, этих, как их, я забыла. Проплаченных, безликих фейков, а некоторые очень даже ленькие, открытые, да. Я бы очень хотела назвать эти фамилии, но я не буду их называть, потому что... Да, они знают, о ком идёт речь, может быть, даже как-то смотрят этот эфир. И я просто тоже переживаю за свою безопасность, потому что там тоже и привлечь меня могут, потому что у меня нет же доказательств никаких. Я просто знаю, что он там пишет, потому что ему платят, вот и всё. Их сила невелика, потому что, например, какой-нибудь бот или проплаченный человек напишет какую-то гадость обо мне, или о Дмитрии Баирове, или о Баире Циренове, это коммунист тот самый, который закрылся в машине, то сразу слетается куча адекватных, нормальных людей, которые просто этого бота в комментариях просто сводят на нет все его потуги, все эти его нехорошие слова. Поэтому я не думаю, что их сила велика, но они есть. Наверняка есть люди, которые и читают, и верят, и думают, вот как написал-то, молодец-то. Да, конечно же, конечно же, вот заплатили, вот она и пошла митинг снимать, и что, заняться нечем. Вот у нее сын спит в соседней комнате, она вот все бросила, пошла на этот митинг в парк. Не может же человек... не может же человек просто взять и пойти снять митинг? Это же невозможно, это же значит только точно заплатили. То есть люди либо не понимают, либо специально так пишут, что якобы вот ты не можешь освещать какие-то события, если тебе не заплатили. Вот. А вот выслушал ваш рассказ, получается, у вас тоже... Нас всех, наверное, обвиняют в проплаченности, да? И хотелось бы задать такой вопрос. Нам часто говорят, вот наши оригинальные власти про клановость существующая, какая-то клановость существует у нас в республике, да? Даже в интернете есть такие таблицы про нас всех, кто вот кого там, ну, такие даже таблицы составляют. Вот как ситуация у вас там в Бурятии с этим? Может быть, у вас... Вы тоже какой-то таблицы там нарисованы? Вообще, как бы хотелось бы краткий сравнительный анализ о ваш, именно о событиях в Калмыкии и в Бурятии. Чем, на ваш взгляд, что и в чем есть схожесть, и в чем различие, на ваш взгляд? Есть конкретные фамилии, может быть, там, с кем связывают? Ну, с кем связывают? Меня, с кем... Да, нас всех связывают с коммунистами. То есть вот Мархаев проиграл выборы, значит, мы все так или иначе аффилированы с Мархаевым. Либо он нам платил, либо платит сейчас. Ему выгодно, чтобы в Бурятии тут земля под ногами у всех горела. То есть вот нас аффилируют исключительно с ним. насчет схожести или различия наших мирных сходов. Я не люблю слово протест. Вот. Их причины разные, потому что, я еще раз напоминаю, люди в Бурятии собирались все-таки, потому что они были недовольны итогами выборов. Хотя, опять же, вот у вас назначение страпезников, у нас назначение шутенков, которые не могут проиграть эти выборы, потому что его назначил цеденов. Этот человек не мог проиграть выборы. Он выиграть должен был любой ценой. Просто любой. И он их любой ценой выиграл. Это были достаточно грязный выбор. Я, конечно, там как бы не могу там сравнить, что было пять лет назад. Я тогда сидела в декрете и не знаю, как там избирался другой мэр. Но в нашей республике там несколько месяцев жила съемочная группа РЕН-ТВ федерального канала, на минуточку которая сняла эта съемочная группа порядка десяти сюжетов про Мархаева. Про то, какой он там плохой. Он и горное казино крышует. Он наркотой занимается. Он просто, просто дьявол воплоти. Это выходило на федеральном канале. Можете себе это представить? Можете представить аудиторию федерального канала, где федеральный канал морщит этого бедного сенатора. Это с одной стороны смешно, а с другой стороны наверняка были люди, которые в это верили. И возможно там тоже это сыграло какую-то роль. То есть вот настолько действующий мэр боялся проиграть, что были даже вот такие инструменты задействованы политтехнологами. Вот сегодня прочитала пост про политтехнолога Юханова. Он знаком вам в Калмыкии. И, конечно же, он знаком и нам в Бурятии. Потому что здесь он провел не одни выборы. Хотя я тут наткнулась на одно его любопытное интервью одной программе, которая выходила на ТВ. Я забыла название этой программы. И в этой программе он представляется как путешественник. Я милый, добрый путешественник. Люблю Бурятию. Надо вот мне найти. Ну вот мой телефон сейчас вот на прямом эфире, если бы у меня был второй телефон. Я путешественник. Люблю Бурятию. Тут такие красоты. То есть он не политтехнолог. Он не обливает грязью здесь неугодных. Он милый, добрый человек, любящий нашу республику. Блогер. Буквально. После того, как случились тут эти наши мирные ходы, под одним из моих постов, один из моих друзей на Фейсбуке прислал фотку, где Юханов стоит, обнимая Бимбю Чужаева, вашего советника, советника главы вашего региона, Бату Сергеевича. То есть они вот так обнялись и стоят. У них радость. Тут выборы сделали. Да, тут выборы сделали. Молодцы. Теперь там в Калмыкии поработаем. Ну хоть бы не публиковали такую фотку, что ли. Ну вот есть разум у людей или нет. Вот. С вашего позволения попью. В общем, по некоторым данным от очень проверенного источника Юханов мог занять должность руководителя там чуть ли не администрации главы нашего региона. Дескать, там... Ну, опять же, я не могу судить там на сто процентов, да, но вот что вот ему пообещали эту должность. Но что-то, видимо, не срослось. Что-то пошло у них не так. Они, наверное, чего-то там не сумели договориться. В общем, эту должность в бурятском правительстве он не занял. К счастью. Но вот политтехнологи, конечно, тоже у нас тут орудовали очень-очень плотно. Встречались со мной, предлагали мне работать, писать милые, добрые посты или посты, я не знаю, как правильно ударение поставить, про вот Шутенкова. Я сказала, нет, ребята, извините, я как бы не хочу. Вот. Протесты, мирные сходы. Да, у нас всё-таки разные причины. У нас это шаман и итоги выборов, а у вас это назначенец Донбасса. но в чём похожесть? В том, что жители Бурятии, жители Калмыкии, недаром мы братские народы, мы не проглотили это и не смирились с этим. Мы вышли и заявили о своём недовольстве, о своём желании что-то поменять. я просто считаю, что жители Бурятии и Калмыкии, те, кто не молчит, это смелые люди и это нас объединяет. В этом наша схожесть, потому что Калмыкии и Бурятии, Калмыкии и Бурятии это же такие совершенно спокойные республики. У нас никогда ничего не происходило, по крайней мере, я не помню, чтобы что-то там у вас, Калмыкии, там были какие-то мирные сходы или там немирные сходы. В Бурятии тоже я не припомню такого. И тут вот до чего нужно было довести людей, чтобы они вышли. И вот я считаю, что нас объединяет вот эта сила духа, смелость, порядочность. В этом мы похожи. Анна, а вот какая-то конструктивная повестка появилась после всех этих акций в Бурятии? То есть что-то из этого выросло интересное? Нет. Вы имеете в виду, что-то поменялось ли? Нет, я имею в виду, вот люди выходили, выходили на конструктивные акции, то, что вы мирные сходы именно знаете. Как-то они смогли объединиться для того, чтобы на постоянной основе взаимодействовать в дальнейшем. То есть не просто выходить на какие-то работать быстрее. Ну, приняты резолюции после каждого митинга. Я, правда, не совсем знаю, куда она ушла, эта резолюция. Легла ли она на стол главе региона? А если и легла, то почитал ли он ее? Потому что он у вас очень занятой человек, живет в самолете буквально. Поэтому, как он сам говорит, живу в самолетах, часто летаю, решаю вопросы насущной республики. Я не знаю, видел ли он эту резолюцию, что он по ней думает, будет ли дан какой-то ход тому, о чем просят люди, которые пришли на эти мирные сходы. А насчет самих жителей, если я не ошибаюсь, то да, создано движение «Свободный народ». Но я не знаю, как бы, что дальше, что вот, что это движение делает и каких успехов оно добилось. На данный момент можно сказать, что все протестные движения стихли, и существенные результаты это ничего не произносит. Ну, я не могу сказать, что стихли, потому что два дня назад у нас был мирный сход, санкционированный митинг. Естественно, в телеграм-каналах сильно занижают цифры всех и митингов, и мирных сходов. Ну, это просто очень выгодно тем же ботам-троллям. Тролли, вот я вспомнила это слово, никак не могла вспомнить. Я просто немножко волнуюсь. Это мой первый прямой эфир именно в Инстаграм. В общем, цифры сильно занижают, там, в два, в три раза. Вот минувший митинг на нем было около 300-400 человек. Это, в общем-то, я считаю, достаточно, немало, потому что писали, что пришло 50 человек. Вот. Но поэтому нельзя говорить, что вот люди больше ничего не хотят, не борются, ни о чем не просят власти. Я думаю, что все у нас не стихло, конечно, пыл поубавился, но люди все равно продолжают бороться. Вот. А какое было самое максимальное по-вашему количество людей, которые вышли, которые вы видели на санкционированных митингах? Самое максимальное количество людей, которое я видела на наших санкционированных митингах, это было 15 сентября, если я не ошибаюсь. Это был первый санкционированный митинг после разгона людей на площади. Пришли около 3-4 тысяч человек. Парк был заполнен, не весь, конечно, парк, а вот эта площадь, которая предназначена для концертов, для митингов, там просто негде было встать. И, естественно, тогда написали, пришло 500 человек. Я не знаю, кто эти телеграм-каналы читает, кто читает, зачем они пишут, и кто подписан в эти телеграм-каналы, а если подписан, то неужели люди верят? Ну да ладно. Да, 3-4 тысячи человек. Я снимала сюжет, выложила его на свой YouTube-канал, тоже было очень много просмотров, комментариев. Ну то есть, сколько у вас человек сейчас выходит на митинги, и сколько выходило максимально? У нас тоже 3-4 тысячи выходит, при том, что город 100 тысячный. А, у нас 100 тысяч. Но у нас-то город побольше, у нас 500 тысяч, поэтому тогда получается, если сравнивать с вами, то вышло у нас маловато, да? Ну если вот 100 тысяч, и... У нас власти тоже посмелее, они тоже пишут 500 человек, а 100 тысяч на городе это много больше, чем в порядке. Да. Власти, они такие, им крайне невыгодно, чтобы те, кто не пришел на митинг, узнали правду. Вот, поэтому делают все, чтобы ее строить. У вас во время этих всех митингов однажды все равно глава республики вышел. Да, глава вышел, глава вышел. Как он мог прокомментировать его выход и вообще, как вы считаете, стоило ему выходить или нет? Правильно ли он сделал, что он вышел? Вы знаете, вот, я его поступок оцениваю как смелый. Я даже хочу сказать, что он молодец. Я вот тут журю как бы его, да, но на самом деле вот он вышел, он молодец. Выйти к огромному количеству людей, которые тебя там готовы разорвать, это нужно быть смелым человеком. Вот, он вышел. Опять же, он, наверное, заложник ситуации. Выйди он к людям. Вот, они очень были резки, просили его отставки, кричали, да, ну, кто-то там позволял себе все равно такое. А не выйди он к людям, все бы написали, ну, там, Алексей Сандуевич, что ж ты к людям не вышел? Поэтому он такой заложник ситуации, на мой взгляд, был на тот момент, и я думаю, он до конца сам не знал, пойду я на этот митинг, не пойду я на этот митинг, там, наверное, всем советникам позвонил, там, идти, не идти, я не знаю, как было дело, но наверняка он был такой, на развилке, да, идти, не идти, но в итоге вышел. я считаю, я считаю, что он молодец. Ну, люди где-то тоже, возможно, на тот моменте перегнули палку, там, что-то не давали ему все равно сказать, вот, были очень эмоциональны, люди кричали. существенного он не сказал, я честно, я не знаю, к сожалению, к сожалению, да, он ничего существенного не сказал, даже больше, он еще раз там подтверждал, что выборы мэра города Улан-Удэ были легальными, законными, там нарушения были, ну, там, в полицию обращайтесь, там, когда-нибудь, она там через год что-нибудь может быть присудит, если вы докажете, только что это изменит. Поэтому, ну, вот, ничего такого вот прям удивительного я не услышала. Может быть, я что-то подзабыла, время уже прошло. Вот. Люди, конечно, и насущные вопросы задавали, там, социально-экономической своей жизни, бытовой жизни, тоже там как бы ответы были такие неконкретные. У меня ожидается интервью с главой Бурятии для своего ютуб-канала. Я лично у него попросила на одной там из съемок. Он дал мне свое согласие, однако прошло уже достаточно много времени, пока мы так и не поговорили. Там, он занят, там, то я болею. Но, я уверена, мы встретимся. У меня подготовлены вопросы, я собрала их от жителей Бурятии, обратилась к своим подписчикам, мне написали там 200 или 300 вопросов, я выбрала 40. Хотела выбрать 20, потом думаю, ну, вопросов так много, все интересные, выберу 40, уж сколько смогу задать, столько и смогу. поэтому обязательно задам ему вопросы и про выборы, и про наши проблемы в Бурятии, у нас их достаточно, и надеюсь получить хорошие ответы, честные, которые меня бы и моих подписчиков удовлетворили. Я вот хотел задать вопрос про резолюции, вы говорите, вывели ответы, просто, насколько я знаю, там, есть временные рамки, вроде бы, в течение 30 дней, да, должны отвечать на резолюцию, и вообще, кто пишет резолюции, помогает, кто, вот у нас, например, среди активистов, ребята, есть очень хорошие юристы, высококвалифицированные, нам помогают земляки здесь, были все, ну, и из Москвы, кто советом, или там, ну, это все обсуждается, у нас все заранее, и мы как бы видим свой конечный результат, то есть, прямые выборы. Как у вас с этим? У нас немножко ситуация другая, опять же, если я там ничего не путаю, не ошибаюсь, митинг 29, ой, 15 сентября у нас проводила одна общественная организация, связанная с защитой Байкала, и, честно говоря, я не знаю, была ли там резолюция, я не осталась до конца митинга, мне нужно было срочно монтировать и заливать, я ушла раньше, а вот митинг, который состоялся позже, организовывали уже коммунисты, и их резолюция была их, то есть, один из коммунистов ее зачитал, то есть, они ее составили, там, возможно, со своими юристами, требований было очень много, и по экологии, экономике, социальной жизни, и в том числе, освободить политзаключенных, которые на тот момент еще были заключены, сейчас они на свободе, Одну секунду, а у вас конец эфира, мы переподробуемся, сейчас приспособим, здесь что-то пишут про Чудакова, про Чужаева, про Чужаева, но мне тоже было интересно, вообще, скажите, пожалуйста, вы вообще, насколько известен Бильдя у вас, как чиновник, вообще, насколько он популярен, что о нем вообще говорят, там, среди журналистов, может быть? Ну, Бимбя был вначале советником нашего экс-мэра, который неожиданно сложил полномочия в феврале, был его советником или помощником, потом стал заместителем руководителя советского района города, это наш центральный район, наш деловой центр, исторический, культурный, наверное, можно добавить, то есть он на таких высоких должностях был, ничем он не отличился, на мой взгляд, я на тот момент, конечно же, тоже работала, причем работала на муниципальном канале, который называется ТВКОМ, канал принадлежит мэрии, соответственно, Бимбя периодически, ну, там, как-то изредка попадал в какие-то сюжеты, ну, что-то там умное говорил, но ничем примечательным он не отличился, более того, Хамский себя вел, опять-таки, с журналистами, по крайней мере, с теми, кто не был аффилирован с властью. А как это выражалось? Это выражалось, и у нас есть журналист и блогер Евгения Болтатарова, и он очень некорректно ее оскорблял, там, сравнивал, даже я не хочу произносить, ну, там, может быть, не стоит говорить, потому что вдруг... В общем, вы можете загуглить этот конфликт, и я думаю, что в интернете это есть, то есть это девушка, журналист, и вот он ее там как-то троллил без конца, и что-то там как-то посмеивался, подшучивал, очень некорректно себя вел, захаживал на тот телеканал, где я трудилась, на ТВ-ком, потому что канал же муниципальный, вот у нас мэрия, вот у нас ТВ-ком, 500 метров, поэтому он очень часто приходил, ну, не часто, но приходил на ТВ-ком к нашему директору, они закрывались в своем кабинете, наверное, открывали бар, наливали там в себе, потому что, ну... Ладно, хорошо, нет, просто на самом деле это было, потому что мы с Бембео ну, как здоровались, общались, мы, конечно, не были дружны, ну, поздороваться, где-то там пошутить, там как-то вот, ну, так, мимолетно мы могли, и... Скажите, а насколько придавало значение и вообще его этническое происхождение, вообще много ли об этом людей знало в Бурятии, и как бы вообще, как бы имело ли это какую-то особую потоплевку, или вы, в принципе, к этому относились вообще? Нет, мы относились нормально, нормально, ну, как бы... Вы все знали, что он калмык, да, с калмыки? Да, мы знали, что он калмык, ну, по крайней мере, я думаю, многие об этом знали, об этом писали, что вот он занимает такую должность, вот его послужный список, его образование, ну, как в этих случаях делается. Ну, калмык, да калмык, мы тут люди толерантные, нам какая разница, ну, хоть калмык там, тем более, ну, мы братские народы, буддисты, похожи, да, калмыки, буряты там особо не отличишь, я думаю. Поэтому мы нормально его восприняли, единственное, что я еще раз говорю, я не припомню ничего такого, что он там хорошего сделал, там, может, что-то и делал, просто у меня девичья память, он может меня поправить и сказать, что вот, я сделал то, сё, пятое, десятое. Ну, мы как бы не это, не были против его назначения. Хотя, наверное, многие удивились, что вот у нас тут в Бурятии нет грамотных людей, которые могли бы стать советником мэра. Наверняка, вот были и такие люди. Мне было все равно. Понятно. Ну, самое главное, что у него там тоже не было такой плохой репутации изначально, как бы, хотя бы, ну, и слухов о нем таких, я надеюсь, тоже не было. Таких, какие, например, ходят о нашем Дмитрие Трапезникове среди населения. Поэтому, как бы, тут у нас большая, существенная разница. Да, конечно, конечно. Тут ваш случай и назначение БМВ, это как бы, ну, совершенно разные вещи, я думаю, все-таки. Да, но БМВ сегодня, Чужаев, он советник. Поможет, я сказать, советник тоже, да? Советник, да. Очень высокая должность, конечно. Человека хороший, карьерный рост. Ну, к сожалению, эти высокие должности, я скажу честно, высокие должности, которые не дают, к сожалению, высокой мысли сегодня. Потому что мы уже обращались к одному советнику, нашего главы, и с нашим главой, уже у нас были в курсе, да, что у нас была встреча. К сожалению, к большому сожалению, я вынужден констатировать тот факт, что я считаю, что лучше бы он с нами вообще бы лучше не встречался. Потому что именно эта встреча, потому что именно эта встреча, если вы не знаете, явилась ключевым таким стартапом для того, чтобы нам всем открыто говорить о том, что происходило на этой встрече. Потому что ни у кого, ни у одного из участников встречи эта встреча не оставила ни малейшего приятного впечатления. Хотя там были люди, которые изначально были за Бату Сергеевича, ну, голосовали, поддерживали. В том числе, в числе этих делегатов в этой встрече были те люди, которые были ими сторонниками Бату Сергеевича, в какой-то степени участвовали даже, помогали в его избирательной кампании, даже многие. Ну, и так или иначе, мы были его сторонниками. Я, в том числе, до последнего, надеялся, верил в адекватность, как бы, в то, что он услышит, чаяния нашего народа. К сожалению, так, как мы видим, сегодня не происходит. и буквально месяц назад пиарщики Бату Сергеевича звонили мне и просили разрешения на публикацию кадров моей, ну, этнической свадьбы, такой, в этническом стиле, которая была, кадром для своего инстаграма, чтобы поздравить жителей Калмыкии с Днём Семьи, Любви и Верности. Это было в июне, буквально, ну, несколько месяцев назад. И действительно так и было. И вы можете ещё до сих пор найти этот ролик, где я со своей женой в качестве, наверное, какого-то примера, который он посчитал как бы, ну, таким ярким, красочным, да, поздравить всех с Днём Любви и Верности, так скажем. Но сегодня, к сожалению, у меня идут судебные тяжбы просто из-за того, что я даже не к нему напрямую обращался, а обращался к депутатам городского собрания, ну, никаких призывов к чему-то каким-то маргинальным, каким-то насильственным действиям мы абсолютно не говорили. Мы говорили просто культурно своё мнение, без рупоров, без каких-то громкоговорителей, на первом собрании, просто на сходе граждан, во время молебна, который мы запланировали все. Ну, так или иначе, конечно, многие могут говорить о том, что мы использовали грязно как-то молебен, но я считаю, что мы склонны как бы аргументировать это тем, что лучшая молитва это действие, и именно посредством этой молитвы зато нам удалось нанести, сконфортироваться, встретиться, высказать своё мнение без громкоговорителей, без каких-то, и уже потом подойти тактично к проведению санкционированных митингов, которые прошли уже далее. И увидев эту силу, увидев эту организованность, к сожалению, власть наша предпринимает абсолютно неразумные, абсолютно абсурдные поступки, которые дискредитируют полностью их как людей, не знаю, абсолютно каких-то недороговидных, которые, или действительно, которым вообще плевать на свой народ. И я даже как бы, ну, даже в какой-то степени этому рад, то, что именно сейчас так происходит. И как бы что ни говорил, как бы нам нас, хочу сказать, что то же самое, абсолютно точно так же нас обливают грязью, копаются в наших личных каких-то там, в нашей личной жизни, попытаются найти какие-то не вообще грязные моменты, плюс придумывают за нас, конечно, и додумывают целые схемы рисуют здесь, как бы вот эти клановость какую-то приписывают, ну, и в первую очередь проплачены, что якобы какие-то бенефициары, дирижеры, угловоды стоят. С кем вас афилируют? Ну, то есть, это какой-то бизнес? Ну, здесь всех по-разному, допустим. Вот здесь есть представитель, допустим, такого же, как вот некое подобие вашего мархаева. У нас здесь есть такой кандидат, есть такой депутат нам сыр Манджиев. Вот некоторые его, ну, это тоже человек, который один из немногих на заседаниях депутатских говорит правду, он поднимает эти вопросы, он также баллотировался как народный избранник в главы республики, но не баллотировался, он хотел баллотироваться, но его не допустили и именно, к сожалению, да, и, к сожалению, это, именно этот поступок также он был камнем как раз преткновения вот между командой Бату Сергеевича и народом, понимаете, да, то есть народ, ведь в первую, я думаю, самое первое сомнение Бату Сергеевича получил именно тогда, когда он для чего-то, я вообще считаю, он зря это сделал, просто не допустил этого кандидата. Моё мнение, что он всё равно бы выиграл эти выборы, мне кажется, ну и тем самым показал бы свою наоборот беспринципность, как бы принципиальность в этом плане, да, честность, но, к сожалению, это старая такая вот уловочка единороссовская, да. Плюс страх, всё равно страх, они же всё равно боятся. Страх, да, и вот это именно смутило, я думаю, и вот потихоньку именно с этого начиная, всё это движение, всё это переросло к тому, ну и плюс, конечно, в первую очередь его вот эти дюки назначения абсолютно абсурдные, нелогичные его, вообще его, как сказать, политическая работа, проведённая вот за столь короткий срок и привёз к таким вот сегодня недоразумениям. Тут пишут как бы октября оштрафовали на 5 тысяч на штрафов вот только что информация нам поступает, что ещё одного участника санкционированных первого схода граждан, участница первого схода граждан, которая не призвана, официально не доказана, что это несанкционированный митинг был, вот её оштрафовали на 5 тысяч только что. Одна учительница, она тоже присутствовала на встрече с Патушем Сергеевичем, высказала своё мнение и в общем так же, как и всех, Патушем Сергеевич её не услышал. Лично моё мнение. Ну, нас тоже увольняют и директоров школ, и учителей, педагогов. Тут вот колледж одного тоже эта история сейчас набирает обороты. Там, там, где проигрывала Единая Россия выборы, директоров увольняют, разрывают с ними трудовые отношения, вот эти контракты. Я тоже снимала такой сюжет в сентябре. Поэтому вот эта порочная практика у нас тоже есть. То есть люди лишаются работы за то, что открыто выражают своё мнение. И это очень страшно, что такие методы чиновники применяют. Тут пишут ещё в комментариях, как Мархаев идёт на контакт, можно ли с ним как-то связаться. Есть наши активисты в Москве, там, можно ли как-то организовать встречу? Я, честно говоря, не знаю. Меня с ним, конечно, очень активно аффилируют, но мы не друзья, мы знакомы. Безусловно, я познакомилась с ним очень много лет назад, на заре своей карьеры. Мы видели с ним после разгона росгвардейцами Мирного Схода. Так как он сенатор, то, конечно, он бывает в Москве. И, наверное, бывает там регулярно, когда там вот эти заседания у них происходят. Я думаю, он пойдёт на контакт. Единственное, что, наверное, он будет сейчас очень осторожен, потому что он очень сильно, на мой взгляд, натерпелся во время этой предвыборной кампании от троллей, от РЕН-ТВ, от журналистов Бурятии, которые тоже где-то проскакивали какие-то нелицеприятные материалы о нём. Ну, не от журналистов Бурятии, а от редакций скорее, да. Поэтому не знаю, насколько он контактен сейчас. Я с ним не общаюсь. Но можно попробовать раздобыть его телефон. Я готова в этом поспособствовать. отправить вам, вы созвонитесь, будет здорово, если вы тоже пообщаетесь, он тоже даст своё какое-то видение. Я думаю, он сейчас уже отошёл, прошло уже время, может быть, он готов говорить и встречаться. Ну, ещё вопросы, да, пару вопросов, наверное. Мы просто не хотим вас долго ещё держать, потому что мы прекрасно понимаем, сколько времени у вас уже, какая, насколько поздняя ночь. Во-вторых, спасибо большое, что вы отозвались именно на такое время, потому что нам именно хотелось, чтобы эти три участника были в этом эфире, так как у нас идут судебные тяжбы и со временем тоже я просто честно не хотел быть один тоже в эфире, поэтому вам ещё раз за это спасибо. ещё пару за заключительным вопросом прочитал, да, интересно. так что, вроде бы. А вот пишут, Анна, как комментируют МВД бандитские методы с топорами на площади? Абсолютно никак. до сих пор нет никакой информации, кто были эти люди. Вообще, это выглядело всё как нападение и похищение, вот как в боевике бывает, это был триллер, просто на моих глазах разумеется. Вы видели это? Эти люди широко ходят по везде, по интернету. Честно, мы, конечно, тоже были в шоке, когда вы видели, что группа МОЗН, молодчиков, масок, с топорами, с молодцами. Совершенно непонятно, почему им нужно было быть в балаклавах и в гражданской форме. Но если вы группа захвата будьте в форме, разве не так вы должны действовать по закону, то есть, чтобы люди понимали, что происходит? Зачем вы нарядились в обычную одежду и выглядели как какие-то похитители? А может быть, если... Вот я слышала, что они были в такой гражданской одежде, потому что если бы вот Баиров, таксист и Циренов и еще ребята, которые там сидели в этом стоп-вагне, их же много было? Там в этой машине двое, в этой там трое-четверо. То есть, если бы так случилось, что они бы сумели дать отпор этим, кто налетел на них с топорами, то полиция могла бы сказать, что а мы не знаем, кто это налетел на них. Какие-то вот непонятные налетели в масках, да? Это не мы, это не полиция, да? Ни группа захвата, ни ОМОН, никто. Какие-то вот там подонки напали, и вот там, если бы там ребята сумели бы дать отпор. Но они не сумели дать отпор, поэтому вот как бы как там дальше отпор, если вот... Да и вообще, чтобы ответственность за это просто не брать, вот таким... Да, и чтобы ответственность не брать, конечно, зачем полиция возьмет на себя такую историю, такую неприятную историю на себя, конечно, поэтому нет, никаких комментариев нет, я до сих пор, честно говоря, не знаю, кто это был, там, Гром, там, Молот, или какие там названия у наших подразделений есть, знать не знаю, там, кто-то говорил, что это вообще не местные ОМОНовцы, там, их откуда-то там пригнали, ну, насколько это правда, неправда, я знать не знаю, но никаких комментариев нет, единственное, что полиция продолжает, ну, точнее, на тот момент говорила, что это митинг, что это несанкционированный митинг, что они нарушают такую-то статью закона, об этом мне сказал министр МВД Бурятии, которого я догоняла с микрофоном, который от меня убегал, вот, ну, то есть, никаких объяснений про топоры не последовало, а вообще, по идее, у Росгвардии, у ОМОН, насколько я, опять же, потом прочитала, нет на вооружении топоров, ну, не может у них быть таких средств, и тем не менее, это все равно же были не налетчики, бандиты, То есть, вы считаете, это не просто банда какая-то свободная, на какие-то группировки местные? Конечно, нет, конечно, нет, это все классные, бравые, высокие, накаченные, хоть и все закрытые, но действуют просто по гражданке, просто по гражданке, да, то есть, это не какие-то непонятные люди. Анна, вот такой вопрос от подписчика тоже, на митинге на площади были преимущественно женщины и мужчины старшего возраста, но не было молодежи, неужели молодежь в Бурятии не проявляет свою гражданскую позицию? Это слово, мне кажется, было. Нет, 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 это нормальный, нормальный вопрос. Я имею в виду, что, по-моему, там очень много было молодежи как раз. Ну, я не могу сказать, что ее было очень много. Все-таки доля правды в этом вопросе есть? Да, конечно, есть, потому что да, я считаю, что люди либо взрослые такие, либо уже предпенсионные. Нет, молодежи, конечно, было, но я не могу сказать, что это была львиная доля молодежи, нет. Наверное, у вас ситуация иная, у вас, наверное, больше молодежи, но если так смотреть по прямым эфирам, у нас все-таки ситуация другая, молодежи меньше. С чем это связано? С чем это связано? Вот, честно, я не знаю, возможно, страх потерять работу, придя на этот митинг, а вдруг меня узнают, а кто, что скажет, а вдруг меня уволят. Хотя я интервьюировала и молодых, и пожилых, и у меня был один вопрос ко всем. Почему вы пришли, и почему вам не страшно? Вот у меня было одно лекало, которое я задавала, и некоторые люди, они так искренне удивлялись, а почему мне должно быть страшно? Я так радовалась в глубине души, что вот как хорошо, что вот есть такие бесстрашные, честные, порядочные люди в Бурятии, которые пришли поддержать эту акцию протеста, или, ну, не акцию протеста, а санкционированный митинг, кто-то упрекает, что да это пришли одни коммунисты. Но очень многих, кого я интервьюировала, говорили, что мы вот этот коммунизм, там по городу видали, мы вообще не коммунисты, нам вот этот коммунизм вообще не нужен, мы просто пришли поддержать своих горожан, да, жителей Улан-Удэ, потому что разделяем взгляды. То есть, вот как-то так. Ну, молодежи, да, наверное, все-таки я бы не сказала, что ее было очень много, может быть, 60 на 40, вот если отвечая на вопрос. Насчет почему, я тоже ответила, скорее всего, люди просто некоторые все равно боятся. Кто-то считает, что, а что этими митингами, разве не что-то решишь, уже же все решено за нас. Ну, уже Шутенков мэр. У вас тоже, ну, уже Трапезников назначен, или вот-вот будет назначен. Что вы там бунтуете, идите, займитесь там делами поважнее. Да, кто-то просто считает, что уже ничего нельзя изменить, даже среди моих знакомых. Ну, Ань, ты что там, какой митинг? Я вот пойду там что-то поделаю, другое. Ну, хорошо, это тоже позиция. Почему нет? Ну, а вы так не считаете, самое главное? Я так не считаю. Я так не считаю. Я считаю, что нужно быть смелым, нужно говорить о том, чего ты хочешь, ничего не бояться и не считать, что все за нас уже решено. Вообще, меня поражает, вот вы как девушка приняли для себя такое смелое решение. Во-первых, вы, получается, потеряли стабильность, стабильность заработки на сегодняшний день. Я это уже ощущаю. Я это уже ощущаю. Переступить. Для большинства любой людей это тяжело переступить через это. Именно этот фактор в принципе все и держат, мне кажется. Конечно, особенно бюджетник. Но вот как вот как вот учитель обычный придет или врач. У нас там учителей и врачей не хватает, у нас дефицит этих специалистов и тем не менее все равно их увольняют за то, что они где-то появились, что-то сказали, написали. Такое у нас тоже есть. Поэтому, конечно, люди боятся потерять работу. И насчет там потерь финансовых, да, я это ощущаю очень сильно уже. у меня ипотека, у меня сын, мы живем с ним вдвоем. И я зарабатывала на том канале немного, потому что вела дважды в неделю. У меня была неполная занятость, но тем не менее это была нормальная, стабильная часть моих доходов. Я знала, что у меня эти деньги будут. Сейчас у меня их нет. И мама мне нет-нет, да припомнит, что ты, зачем ты, а как ты, мы уже старые, мы тебе уже не поможем, мои родители на пенсии, мы же там за 70. Но несколько медиапроектов вышли на меня, они тоже восхитились моим поступком и предложили сотрудничество. Например, такой медиапроект, как Сибирь реалии. Буду снимать для них, надеюсь, наше сотрудничество удастся, и это будет, ну, хоть как-то частично мне ну вот давать какой-то доход, который всем нам нужен, чтобы жить, покупать продукты, платить за школу, за предшколу, за садик. Поэтому я, конечно, понимаю этих людей, нисколько их не осуждаю. Вот. Анна, мы желаем вам поскорее, поскорее развить свой YouTube-канал и, конечно, обещаю со своей стороны всячески вас в этом поддерживать, как минимум тем, что мы будем подписываться. Он у вас уже заведен или еще нет? Он у меня он есть, ему уже несколько лет, я завела его года три назад и заливала туда свои сюжеты, которые снимала для ОТР. У меня там были просмотры, там, 200 человек посмотрят сюжет, 300, 100 человек. И все изменилось вот 10 сентября, когда я завела вот этот сюжет. Подписчиков стало много, опять же, несмотря на это, мне, как ютуберу, недоступна кнопка спонсорства, которая есть у некоторых ютуберов, когда они достигают количества подписчиков 30 тысяч. У меня 23 тысячи. То есть, чтобы вот донатить, отправлять пожертвования, да, вот нажав на эту кнопку, вот мне не хватает подписчиков, да. Хотя, опять же, ну будет у меня эта кнопка. Насколько подписчики готовы меня поддерживать, да, я не знаю. Я думаю, я думаю, вы просто сейчас недооцениваете абсолютно себя. Я считаю, что у вас, наоборот, очень большой потенциал в этом направлении, и как раз-таки осознанная часть электората, вот образованная молодежь, которая сегодня в активе, она имеет все как раз предпосылки, желания помогать таким людям. И я, допустим, тоже на себе это ощущаю, хотя я еще никаких абсолютно не монетизировал ни один свой канал, ни в Ютубе, ни в Инстаграме. Я не собираю никакие средства на свои выпуски, на музыку, которую я выпускаю, на что-либо. Я вообще крайне как бы стараюсь осторожно вообще с такого вида сбора денег, но я считаю, вы как журналист, именно как человек, освещающий как раз-таки, который занимается только этим и больше ничем, вы просто обязаны открывать и монетизировать свой канал. И я просто уверен, что у такого человека, смелого, открытого, честного, будет обязательно много, я уверен, что будет достаточное количество людей, чтобы просто спонсировать свой канал и обеспечивать маломальский свою жизнь. И у нас есть такая каламынская поговорка, я вам скажу, она называется «Алтун шаран дар тьо». Переводится «золото в песке никогда не запылиться». Вот я вас могу назвать полноценным золотом среди на ниве ваших всего журналистского поприща в Бурятии. Вы, наверное, единственный человек, который честно это ощущает, потому что у нас сегодня, к сожалению, калмыкия таким пославиться пока не может. То есть у нас абсолютно все официальные СМИ, они абсолютно все провластные. К сожалению, нет еще ни одного корреспондента официального телевидения, который бы хоть как-то маломальский попытался бы осветить правду. Поэтому от нас вам большой-большой респект, тем более как жительницы Бурятии, представительницы братского народа и в первую очередь женщины. Спасибо за смелость. Ждем вас в Бурятии. Я думаю, как раз это первая встреча, она, конечно же, не последняя с вами наша. Я очень надеюсь, что мы с вами когда-нибудь встретимся живой и будем мы сейчас с ребятами, я думаю, все единогласно придем к решению, потому что мы будем ускорять этот процесс как можно больше и нам также надеемся и на отзывчивость с вашей стороны. Благодарю вас тоже за встречу нашу. Инста-Мост. Я как коллега хочу обратиться к вам. Для меня тоже сейчас состоит такая проблема, потому что очень тяжело после таких активиста светился, очень тяжело оставаться объективным при освещении событий. Может быть, мне тоже придется как-то менять стиль жизни, по крайней мере, может быть, регион придется менять. А где вы сейчас трудитесь? Вы ведь журналист. Я корреспондент Кавказской Узланы, но время активизма своего я отстранен на работу. Это ВГТРК или нет? Нет, интернет-назнание Кавказский Узел. И это тоже государственный? Нет, нет, это не государственный. Это независимая журналистка. Ну, здорово. Наши издания придерживаются позиции, что активист не может быть журналистом. Поэтому на время вот таких акций меня отстранили. Я могу вернуться, потому что очень тяжело быть с теми же чиновниками и общаться, с которыми мы сейчас разговариваем в других странах. Ну да, вы будете таким очень страстным брать интервью. Да, да. Я хочу вам пожелать стойкость и обнимать, что перед вами сейчас открывается, ну, как тяжело меня стиль жизни. Ну, и я должен сказать, что да, мы все знаем о вашем поступке и поддерживаем вас. Ждем вас. Надеюсь, лично познакомимся очень скоро. Так что вам удачи, всего хорошего. Благодарю, благодарю. Всего наилучшего и, возможно, до встречи. Личной встречи. БРТ, БРТ. БРТ. Продолжение следует...